В целом, да, большую аудиторию не прибегают к грязным трюкам, что называется. Вы знаете, у Хабиба на этот счет есть невероятный и неповторимый плюс и бонус. Он восхищает всех своим доминированием. У него ноль в графе поражения, у него абсолютно неповторимый путь, он побеждает всех и вся, он доминирует настолько, насколько никто не доминировал в истории UFC никогда, и именно этим он собирает толпу. Может быть, в этом смысле ему абсолютно не нужно поливать соперников грязью. Субтитры создавал DimaTorzok На ваших экранах Джастин Гейджи или Джастин Рэй Гейджи. Человек, который борется с четырех лет. И не обращайте внимания, что он выходит, казалось бы, под такую расслабляющую композицию, которая совершенно не настраивает на бой. Джастин Гейджи говорит, что он не чувствует абсолютно ничего, кроме расслабленности, когда выходит к октагону, когда заходит туда и когда начинается бой. У него великолепная команда, которая во время еще его борцовской карьеры в колледже начала готовить его к профессиональным выступлениям Тревор Уитман. В какой-то момент Джастин Гейджи просто понял, что борцовского бэкграунда не хватает. А ведь Джастин был All-American, то есть попадал в восьмерку сильнейших на национальном чемпионате, студенческом, в своей весовой категории. Так вот, в какой-то момент, выступая по любителям и используя исключительно борьбу, он понял, что ему нужна ударка. Тревор Уитман стал ему просто отцом в ММА и поставил ему ударку, на которую просто молится, я думаю, сейчас Джастин Гейджи и все те, кто обожает его размашистый и агрессивный, сверхагрессивный стиль, благодаря которому он получил в семи боях UFC девять бонусов. Сейчас у Гейджи четыре победы подряд, они все досрочные, три из них в первом раунде. Это не просто какие-то странные люди, это Джеймс Вигг, бывший боец в топ-15, это Эдсон Барбоза, который в легком весе видел абсолютно все, он тоже входил в топ-5. Это Дональд Ковбоси Роне, бывший претендент на пояс WSC, бывший претендент на пояс UFC, ну и, естественно, Тони Фергюсон, обладатель на тот момент самой длинной серии побед в истории легкого веса. 12 боев подряд. Все ждали поединок Тони и Хабиба. Джастин Гейджи стал тем человеком, который не дал окончательно этому поединку состояться. Мы не знаем, будет ли он в будущем, но сейчас все наши взоры устремлены именно на бой Гейджи и Хабиба. И многие даже говорят, что это противостояние будет даже увлекательнее и интереснее, чем могло быть противостояние Хабиба и Тони. И я думаю, что сейчас мне самое время замолчать. Ты мой попадание! Классно. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Д Cemre ДимаTorzok Слой это. Окей. Я не могу держать. Я люблю ноги, но ты должен держать ноги. Я говорю, 8 more лобки, но не ты лезешь. Он уже не может прыгать на ногах. Мы должны держать его. Слой это. 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 Я думаю, слышали вы, как нежно Тревор Уитман подсказывает своему подопечному. И сказал он еще 8 лоу-киков. Он уже хромает на эту ногу, еще 8 лоу-киков. Не линейсь, и ты выбьешь из-под него переднюю ногу. Сказал Тревор Уитман Джастину Гейджи. И после этого попросил его держать этот бой в стойке. И заставлять Хабиба нырять за тейкдаунами как можно дальше. Смотрите, Хабиб уже переходит на лоу-кики. Видели мы один в первом раунде. Сейчас уже в самом начале второго. Все ждали, когда будут конкурентные бои у Хабиба. Когда будет достойный соперник. Вот. Посмотрите, Гейджи дал очень гугленно первый бой. Первый раунд. Хороший сейчас удар слева туда. За ухо запустил Джастин Гейджи. Это не был нокдаун. Попытался пройти за ногой Джастин Гейджи Хабиб. Но промахнулся немного. Ушел с линии атаки Джастин. Ох, по-моему, уже ощущается. Обещал Джастин Гейджи в интервью, что он обязательно нанесет Хабибу урон. Больше, чем кто бы то ни было в карьере Макомедова. И мы видим сейчас это. Тем не менее, эксперт отдает первый раунд именно Хабибу. А Хабиб уже лезет за вторым дейкдауном в этом бою. И у него это получается. Чуть за спиной не оказался сейчас Нурмагомедов. Но нет. Переворачивается сам же Гейджи и запускает фуллмаунт Хабиба. Он сверху. Моментально оказывается в фуллмаунте Хабиб Нурмагомедов. И вот сейчас мы видим, какие проблемы бывают в борьбе у Джастину Гейджи. Хотя вот сейчас, посмотрите. Давай, давай, давай. Делал ли Хабиб Нурмагомедов треугольник в UFC? Я не припомню. Стучи, стучи. Но мы ищем Джастин Гейджи. Уснул. 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 И погибает треугольник по второму раунду. Посмотрите. Ребята, он постучал, а бой не остановили, представляешь? По-моему, не стучал Джастин Гейджи, он просто уснул. Он говорил в одном из последних интервью, что я лучше усну. Для меня это не страшно, я не хочу стучать. Мне показалось, что барабанил он ладонью по лицу Хабиба. Он стучал, он стучал. Мне тоже показалось, что стучал. Да, я увидел, что он стучал, я бы и не закричал, есть. Просто рефери, видимо, не сориентировался. Может быть, это были какие-то удары или типа по щечин что-то. Ну а посмотрите, Хабиб, конечно же, не сдерживает эмоции. И напомню, это первый поединок для Хабиба Нурмагомедова в карьере без отца, без главного наставника, без Абдулманапа Магомедовича. И, конечно, не может в себя прийти в эмоциональном плане Хабиб. Даже Джастин Гейджи, который только что спал, пытается приободрить Хабиба. Только что Джастин Гейджи подошел еще раз, пытался приободрить Хабиба и сказал, «Ты просто зверь», сказал Гейджи Хабибу. Ну а экстери Юрая Фейбер писал в Твиттере, что давление Хабиба просто сумасшедшее. Он написал это после первого раунда. Не успел я даже договорить свою мысль. Так быстро уснул Джастин Гейджи. Вот посмотрите, вот здесь. Угольник все отлично сейчас. Ну вот, стукнул только что. Он просто не предполагал, что настолько жестким будет замок от Хабиба на шее. Молниеносно просто сделал. Молодец. Интересно, что насколько здорово и быстро Хабиб Нурмагомедов дважды оказывался в фуллмаунте после тейкдауна. И вот здесь мы видим та самая борьба, те самые различия в борьбе, наверное, дагестанской от американской. Джастин Гейджи абсолютно ничего не смог поделать. В UFC Хабиб еще никого треугольниками не побеждал. 29-я победа Орла в карьере. 13-0 в UFC. Он все ближе к самым рекордным цифрам. И все еще неоспоримый чемпион. UFC в легком весе Хабиб Орел Нурмагомедов. Официальный вердикт технический сабмишен. Во всяком случае, так объявил Брюс Баффер. Сейчас мы видим, что просто сабмишеном победил. Треугольником, да. Удушение треугольником. Второй раунд. Полторы минуты было на часах. Поздравляем. Поздравляем Хабиба. И между прочим, сразу же Хабиб сравнивается. У него теперь рекорд 3 защиты титула. Столько же есть у еще нескольких человек. 29-0 Хабиб Нурмагомедов. Говорит Джоннинг, что даст Хабибу столько времени, сколько понадобится, чтобы прийти в себя эмоционально. Эпическое выступление чемпиона. Невероятное выступление. Всевышний дал мне все. Спасибо этим парням, которые со мной, они дали. Они помогли мне. Все моей команде спасибо. И спасибо Хабьеру Мендесу. Я люблю его очень сильно. Сегодня я хочу сказать, что это был мой последний бой в карьере. Это был первый бой после того, как ушел из жизни отец. Друзья, он говорит, что его мама просила его не драться уже без отца. Я должен следовать своим обещаниям. Это был мой последний бой. Друзья, он говорит, обращайтесь к UFC во вторник, когда обновятся рейтинги. Вы должны поставить меня на первую строчку паунд-фаунд рейтинга. 13-0. Неоспоримый чемпион UFC. 29 побед. Я думаю, я заслужил стать лучшим в независимости от весовой категории. Благодарить сейчас Хабибу, руководству UFC, за все. Всей команде UFC по всему миру. Спасибо за то, что вы устраиваете отличное шоу. Спасибо Джастину Гейджу. В 2016 году я помню, когда я не могу ждать, что вы помогли мне. Спасибо, брат. Это было очень, что благодаря Гейджу, что несколько лет назад Джастин помог ему с весогонкой. Будьте близки с вашими родителями, потому что в один день это будет происходить. Потому что вы никогда не знаете, что будет происходить в сентябре. Вы никогда не знаете. Спасибо, ребята. Спасибо, Коч. Я очень люблю тебя. Мой тиммец Али Абдулазиз Ризван. Перечисляет всю свою команду сейчас. Хабиб. Ризван Али Абдулазиза, своих менеджеров. И он завершает карьеру. Спросил желанник про эту неделю, насколько она была тяжелой. Это все была мечта моего отца. Я задушил всех своих трех последних соперников. Это была мечта моего отца, я сделал все. Это будет неправильно. Просто скажем для всех русскоговорящих. Большое вам спасибо. В 2008 году, когда я начинал это, и когда в 2012 году я первый раздрался, подписали в UFC. Очень многие не верили. Очень многим это было невозможно. Я простой парнишка из обычного горного села Дагестана. Приехал сюда. Вчера мне брат даже говорит, Google сказал, что ты самый обсуждаемый человек на планете. Я просто не мог в это поверить. Потому что, просто вы сами представляете, да? У меня даже в голове этого всего не было. Я просто хотел месяц с отцом мы шли. Просто хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Ах, алхамду лиллах. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними, и все. У меня один остался родитель, это моя мама. Я хотел бы побольше времени ей уделить. Ах, алхамду лиллах. Я чувствую себя живым, когда все эти разы, когда я вступаю в октагон, отличные чувства, эндорфины меня просто переполняют. Он очень зеленый. Я прекрасно знал, чего ожидать. Он сделал это. Как скоро ты хочешь вернуться и какие планы на 2021 год? Говорит, шесть-восемь недель, мне нужно отдохнуть дома, и я надеюсь, не отъесться существенно за. И Джастин Гейджи говорит, что... Я говорил уже, что у меня остается пять поединков, один из них прошел. В принципе, я готов дальше драться, и я заряжен. Ну и самое главное, сказал Джастин Гейджи, что я готов вернуться как можно скорее, поскольку один из самых главных плюсов, потому что тебя задушили, у тебя нет никаких последствий для здоровья, ты можешь драться хоть завтра. Да, во всяком случае, долгосрочных, как сказал Джастин Гейджи. Ну что ж, это был потрясающий просто вечер, ребята, просто замечательно. И замечательный подарок ко мне на день рождения. Значит, наступил день рождения Михаила Голустяна, мы присоединяемся всей редакцией UFC TV, все наши коллеги, я думаю, нас поддержат. С днем рождения, Михаил, огромное спасибо за то, что пришел сегодня и разделил с нами этот, ну, очень и очень важный для всего мира ММА вечер. Эмоциональный вечер. Очень, очень важный вечер был, действительно. Очень хороший вечер, и хорошие бои были сегодня. И спасибо, что позвали меня, и зовите почаще, я буду приходить. Анкалаев, Волков, Хабиб, все сбросили нам сегодня такие сумасшедшие подарки. Но, конечно, жаль, что все так закончилось. В общем, поздравляем в любом случае Орла, Хабиба. Это был шикарное выступление. Новый вид победы для него в UFC. Но, ну, откровенно жаль, что он завершил карьеру. Я бы еще с радостью посмотрел на десяток его поединков. Друзья, вы знаете, наверное, не можем уйти из эфира и не сказать этого. Это был последний поединок Хабиба Нурмагомедова и этой победой. А, во-первых, он удлиняет свою победную серию. Сейчас никого нет активного бойца в росте UFC, у кого было бы 13 побед подряд. Самая длинная серия и длиннее в истории промоушена была лишь одна серия. Серия Андерсона и Сильва. 16 побед подряд. В легком весе три титульных защиты имеют лишь BJ Penn. Фрэнки Эдгар и Бенсон Хендерсон. Хабиб сравнялся с ними. Уйти в такой момент – это абсолютно уникальное наследие. Мы видели твиты Коди Гарбранта, который говорил, что Хабиб абсолютно лучший из тех, кто ступал в октагон. Мы видели Меган Андерсон, которая говорила, что абсолютно неповторимое наследие оставляет за собой этот человек. Мы видели Стивена Томпсона и, самое главное, Джона Боунса Джонса, который сказал, что так как я на данный момент сейчас первый в рейтинге паунд-фа-паунд, я абсолютно согласен и дарую свое место Хабибу. Стивен Томпсон его в этом поддержал. Уйти лучше, наверное, вообще из спорта невозможно.